Включили в программу 20 пациентов. Сейчас уже оценен эффект у 14 больных. И хотим поделиться клиническим случаем, который с нашей точки зрения представляет наибольший интерес. Пациентка – молодая женщина, 53-го года рождения. В анамнезе, ну тут указан 2010 год, на самом деле с 2009 года она обнаружила у себя образование в правой молочной железе. Обратилась только в феврале 2010 года к нам в городской онкодиспансер. Была осмотрена и проведено обследование. Была выявлена опухоль правой молочной железы. По данным иммуногистохимического исследования, слизистый рак, эстроген, прогестерон, высокопродуцирующая опухоль, кердванью, отрицательная. Пациентка была осмотрена у нас на маммологической комиссии. И решением комиссии было рекомендовано применение гормонотерапии 20 мг в сутки и лучевая терапия 55 грей. Эффект лечения – частичный регресс опухоли. И затем пациентка была оперирована. Проведена операция радикальная мастектомия помады на справа. И подтвержден профиль опухоли эстроген, прогестерон положительный. И был рекомендован прием томоксифена в течение 5 лет. В течение 2011 года пациентка отмечала появление пигментного образования на коже спины. Затем появились множественные пигментные образования на коже грудной и брюшной стенок. Она также была осмотрена у нас онкологом в диспансере. И направлена на отделение общей онкологии, где проведена биопсия образования на коже грудной стенки. И по данным гистологического заключения, это были два внутрикожных метастаза эпителиолидно-клеточной меланомы. Таким образом, диагноз у пациентки в данный момент звучит как первичная множественная опухоль рак молочной железы на фоне комплексного лечения стабилизации, частичный регресс. И меланомы кожи в спине с метастазами в коже мягких тканей грудной и брюшной стенок. Пациентка в 2012 году, с февраля 2012 года, лечится у нас в отделении химиотерапии. Как первая линия ей проведена стандартная терапия декорбозина в дозе 200 мг на метр квадратный с первого по пятый дней. Было проведено 9 циклов терапии. Эффект лечения оценен как стабилизация. Было уменьшение размеров внутрикожных метастазов на 15%. В дальнейшем было отмечено прогрессирование опухолевого процесса в мягких тканях грудной стенки. Рост очагов более чем на 20%. И пациентке применялась иммунотерапия в виде реоферона по 3, затем по 6 млн. единиц 3 раза в неделю внутримышечно. На фоне лечения отмечались осложнения анемии, слабость. Лечение не принесло эффекта. И пациентка в дальнейшем получала третью линию химиотерапии в режиме таксол и карбоплотин. Прошу отметить, что прогрессирование отмечалось только в мягких тканях грудной и брюшной стенки. Весцеральных метастазов не было. Учитывая общее удовлетворительное состояние пациента, а также желание продолжать дальнейшее лечение, мы провели 5 циклов химиотерапии таксол и карбоплотина. Отмечалась стабилизация опухолевого процесса, но отмечались осложнения в виде нейропатии и остении второй степени. В дальнейшем пациентка была обследована, были выявлены метастазы в легких. И учитывая благоприятный, если можно так выразиться, профиль прогрессирования, то есть наличие только метастазов в коже и мягких тканях и поражение легких, пациентке было предложено участие в программе расширенного доступа по использованию эпилемумаба. И пациентка с 16 июня 2014 года по 20 августа получила 4 введения эпилемумаба в стандартной дозе 3 мг на кг веса раз в 3 недели. Лечение хорошо переносилось пациенткой, осложнений непосредственно во время введения препарата зарегистрировано не было. Ифект лечения после 4 циклов введения эпилемумаба расценен как стабилизация. Было уменьшение мягкотканных метастазов на 15% сразу же после первого введения эпилемумаба. После 4 введения отмечались осложнения в виде лихорадки третьей степени, покраснения и отека в области всех опухолевых очагов на коже. Мы расценили это не как прогрессирование заболевания, а как токсическое отсрочное действие эпилемумаба в виде воспалительной местной реакции на кожные очаги. И в дальнейшем, через месяц, в сентябре 2014 года, был отмечен частичный регресс первичной опухоли и метастазов в коже. Уменьшение более чем на 25%. Это было в сентябре 2014 года. Здесь еще хотела показать вам фотографию. В октябре 2014 года. Вот так выглядит первичная опухоль и так выглядят внутрикожные метастазы. В настоящее время у пациентки сохраняется частичный ответ. Больная чувствует себя хорошо. Никаких токсических побочных действий, отсроченных, у нее не отмечается. И эта пациентка в дальнейшем, наверное, если забежать вперед, может рассматриваться при прогрессировании заболевания как пациент для реиндукции препарата эпилемумаб. Но в зависимости, наверное, от того, когда наступит это прогрессирование. Или сейчас уже есть возможности для дальнейшего лечения таких пациентов в нашем центре. Мы можем предложить исследование по применению препарата неволумаб. Вот пациентка в мае 2015 года приходила на осмотр. И здесь четко видно уменьшение первичной опухоли и уменьшение внутрикожных метастазов. На фоне лечения отмечается, по данным компьютерной томографии, частичный ответ метастазов легких. В заключение хочется отметить удовлетворительную переносимость препарата эпилемумаб и эффективность при проведении терапии четвертой линии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Нина Юрьевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Действительно, демонстрация вашего случая говорит о многом. Потому что кожная не токсичность, а диссеминация кожная. Казалось бы, это все снаружи, но с ней очень трудно бороться. А здесь применение препарата под названием активированный лимфоцит спасает человека. Так что очень интересно. Присаживайтесь. 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 Продолжение следует...